Всем привет, с вами Даргор. Сегодня я хочу поговорить о секретах материализации и о том, как происходит материализация в нашей жизни. Для кого-нибудь секрет, что все наши мысли материализуются, об этом уже говорят и ученые, пишут в книгах, в интернете. В нашей жизни издаются целые труды о том, как достигнуть материального успеха при помощи сбалансированных и гармоничных мыслей. Есть знаменитый бестселлер «Трансерфинг реальности», который читает очень много людей, который дает конкретные техники и навыки о том, как мы можем достичь нашей цели гармонично. не напрягаясь, не прилагая лишних усилий в жизни. Я бы хотел вам рассказать о простейших вещах, которые дадут возможность получить конкретный результат, если вы будете правильно действовать и правильно мыслить. Самое интересное, что тут нет никакого секрета, нет никакой конкретной техники, достаточно быть наполненным энергией, потому что все есть энергия, любые вещи, это мое тело, мои мысли, этот стул, это дерево, все это разная плотность энергии. И мысли – это также определенная мерность энергии. Если мы мыслим позитивно и остаемся в этом постоянно, тогда материализация и реализация происходят в разы быстрее. Еще великий Конфуций сказал, работайте над чистотой своих мыслей. То есть, чем чище ваши мысли, чем они позитивнее, тем более позитивная материализация происходит вокруг вас. Потому что мы каждое мгновение, каждую секунду создаем пространство вокруг себя. Любые события, отношения, предметы, то, что мы хотим притянуть в свою жизнь, привлечь, мы это формируем постоянно. Поэтому очень справедливое утверждение, что человек сам виноват во всех своих счастьях и несчастьях. Если человек учится этому, у него вначале не все получается, он может несколько часов на автомате себя как-то технически приводить к таким мыслям, что все хорошо, я успешный, я богатый, я красивый, я реализуюсь материально и духовно. А потом во второй половине дня кто-то его выбесил на улице, и он начинает злиться, он не замечает этого. Естественно, с ним через какое-то время происходит неприятное событие. Он думает, что же такое, я работаю над собой, читаю умные книги, занимаюсь йогой, медитацией, материализацией, а происходит какая-то фигня. Ну, тут ничего удивительного нет. На самом деле не нужно делать это искусственно. Хотя вначале искусственное делание этих вещей вам поможет. Необходимо ввести в привычку мыслить позитивно и именно так, как вы хотели бы жить и реализоваться в этой жизни. То есть быть на позитиве, это должно быть неким естественным, настоящим и совершенно обыкновенным. Естественно, сначала старые программы будут вас тянуть вниз, будет казаться, что все плохо, нет, нереально, так жить нельзя. Причем подключатся родственники, знакомые, друзья, которые будут говорить, нет, все плохо, нужно побеспокоиться об этом, какой-то кошмар, как ты можешь жить так беспечно. Но в какой-то момент это вас отпустит. Стремитесь к тому, чтобы постоянно быть в позитиве. Никаких секретов нет. И тогда вы будете наполняться естественной энергией, вы будете наполняться и наполнять все пространство вокруг вас. Ваши друзья, знакомые захотят приблизиться к вам, чтобы просто общаться с вами и наполниться этим позитивом этой энергии. Но тут очень важный момент. Когда вы понимаете, что уже идете в отрыв, и успех достигает вас в вашей жизни, вам нужно отказаться от тех людей, которые не дают вам ничего в плане духовного роста и развития, которые вас тормозят. Это не эгоизм, это не пафос, а это естественное гармоничное освобождение от того, что вас не развивает. Старайтесь достигать в жизни все то, что дает вам что-то для роста, для духовного, для личностного. Читайте такие книги, общайтесь с такими людьми, которые дают вам поддержку и рост. И избегайте, потому что паразиты, которые окружают нас в нашей жизни, ровным счетом ничего нам не дают. И нет необходимости в этом общении. Первый секрет состоит в том, что привлекать себе подобное... Мы привлекаем себе подобную среду, себе подобных людей, и утверждаемся в этом. Становимся сильнее, ярче, и более энергоемкими. Второй секрет... Второй секрет и простейшая вещь реализации и материализации наших мыслей это место, то место, где мы это делаем. Не зря шаманы и люди, увлекающиеся мистическими практиками, приезжают в места силы. Такие, как, может быть, Теремель, Аркаим, какие-то горы. В этих местах материализация происходит в разы сильнее. Также мощными местами является большое скопление воды. Это озера и, конечно, моря и океаны. На море материализация происходит просто со скоростью света. Все, о чем вы думаете, происходит в вашей жизни последовательно. Поэтому, посещая, отдыхая на море, не просто расслабляетесь, а делайте это с пользой для себя. Вы можете, например, порисовать модель своей будущей жизни. Какой-то дорогой автомобиль, большой красивый дом, красивые отношения, устойчивый пассивный доход. Прямо берете лист бумаги, прорисовываете. Не важно, как вы рисуете, как ребенок в третьем классе или как профессиональный художник. Делайте просто это с любовью изнутри. И сохраняйте эти рисунки, потом просматривайте их время от времени, давая тем самым им энергию, наполняя их жизнью. И эта жизнь начнет проявляться в вашей реальности. Все очень просто. И оставайтесь все время позитивными, больше улыбайтесь, радуйтесь. Не вот это дежурное утро, как у европейцев, а наполняйтесь изнутри чувством счастья. Выстраивайте пространство вокруг себя. Просто естественно и гармонично. И вам будет это нравиться. Поймите, негатив затягивает точно так же, как и позитив. Только негатив легче, потому что пакостить и срать всегда легче. Это все понимают. Если же вы втягиваетесь в позитив, то это тоже вас захватывает, и вы хотите оставаться в этом состоянии. Нет никакого желания выходить уже в другие измененные состояния. Просто наслаждайтесь, радуйтесь, получайте удовольствие от жизни. Все будет клево. Любви вам и радости.